здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева это совершенно небольшой ролик я его называю новый стёп от археологов то есть либо археологи пошутили так вот порадовали либо в сми там сидят в общем то совсем ни о чем не думает кто дал это распоряжение но тем не менее вот смотрите мы только что неделю назад я сделала фильм древний курган под астраханью или глиняный потоп 19 века это было 14 мая буквально вот ну чуть больше недели назад далее поганкина палата тоже по археологии археология для буратин где и тут и там найдены останки людей здесь это называют древним курганом а здесь это называют кладбищем хотя никакого кладбища там нет и не было никогда как собственно говоря здесь похоже на то что она по фотографии нет никакого и не было никакого кургана просто степь стали что-то там копать и наткнулись на останки но естественно назвали их кочевниками во первых во вторых древними вот этими останками хочу сказать что если на компьютере вот эти вот фильмы идут подряд то у меня на телефоне на смартфоне вот этого фильма нет я не знаю как у вас показывает ли он у вас на телефонах на смартфонах у меня не показывает чем это связано возможно с какими-то настройками я пока не поняла но некоторые фильмы почему-то не выходит в показ именно на телефоне возможно это не с настройками связано с самой вот этой темы ну так вот сегодня я натыкаюсь на такую статью ученые испущено срочно выехали на раскопки кургана с мертвецами это 21 мая вышла небольшая заметка через семь дней ровно через неделю после выпуска моего фильма это связано или нет возможно связано и опять у нас вот эта фотография имеется и что здесь сказано совершенно небольшая заметочка внутри холмов внутри холмов обнаружили останки воинов и богачей золотые предметы целый мир открылся геологом раскопавшим древний курган недалеко от астрахани находки обнаружены там оказались настолько многообразными что к делу были срочно привлечены узкие специалисты из разных областей частности в астраханскую область были срочно вызваны специалисты почвоведы испущено которые постараются определить климатические условия древности по составу почв под курганом а кости погребенных людей поступят для обработки и изучения в институт этнологии и антропологии ран под курганом было найдено несколько захоронений принадлежащих разным историческим периодом они все-таки навязывают то что это курган и несколько захоронений принадлежащих разным историческим периодам наибольший интерес для науки представляла могила пожилого человека пожилого который лежит на спине головой на юг. Это вот этот самый. Головой на юг. На высокой подушке это кочевник среднесарматского периода. Он был похоронен в начале нашей эры. То есть еще не выехали узкие специалисты, но здесь они уже пишут, что это кочевник среднесарматского периода. Они уже все выяснили. Допочка почвоведов. Он был захоронен в начале нашей эры. И это они уже выяснили. Еще никаких анализов, ничего не было. Но через неделю после моего фильма они уже это пишут. Костюм покойного изобилуют изящными золотыми деталями. Где костюм покойного? Ну, возможно, там был какой-то костюм. Инкрустированными каплевидной бирюзой. А в ногах лежит ритуальное блюдо, посеченное мечом. Посуду, которую хранили вместе с богатым хозяином, ритуально убивали, чтобы он смог пользоваться ей в царстве мертвых. Ну, круто, круто. Значит так, здесь у него, поскольку я обратила внимание, что голова лежит неестественно, и рука, вот они, вот тут про руку что-то ничего не сочнили. Ребят, вы как-то это плохо работаете. Ну, повнимательнее надо быть. Посмотрите на позу этого человека. Он лежит с полубока. На подушке, значит, говорите. А что у него голова-то не провалилась? Подушки, значит, нет. Подушка истлела, костюм истлел. Ничего нет. А голова как лежала, так и лежит. Должно быть остаться свободное пространство вот вместо подушки. И этот череп должен был вот туда, хопа, и рухнуть. Ну, по закону физики, ребят, ну, как-то это самое, ну, в школе надо было учиться хотя бы хоть чуть-чуть, чтобы вот видеть вот эти все вещи и неестественную позу вот этого человека. И насколько он пожилой или еще какой-то. Ну, зачем вот так врать нагло? Ну, совсем людей за дураков держите, что ли? Сами пишите, что еще ничего неизвестно, но уже вы тут пишете это вранье. Надо хотя бы, ну, или отказаться было от этого вранья, не писать, чтобы дождаться именно специалистов. Или передайте привет тому, кто вам это порекомендовал, написал этот текст. Еще один такой момент. 2000 лет, говорите, я общалась с археологами в Керче, и они говорили такую вещь, что когда они находят действительно что-то, вот, ну, насколько древние, это тоже трудно судить, ну, допустим, несколько столетий. Вот несколько столетий, не тысячелетий, а столетий. И когда это попадает в кислород и на свет солнечный, что это моментально все начинает рассыпаться. Если там была какая-то охра или какая-то краска, говорит, вот, вскрываем, вот она плита, вот, она оштукатурена яркими красками, она вот так вот под землей оказалась, под этим ярким, под землей, не под землей, под грунтом, или под селевым потоком, это я уже уточняю. Но мгновенно, буквально, вот там считать раз, два, три, и все, и все это меркнет, все это начинает осыпаться. Вот такие вот вещи, как ткани, они моментально начинают превращаться в прах, если это очень древнее что-то. Вот если это не превратилось в прах, вот эти вот кости, значит, они не могут быть очень древними. Еще такой момент. Еще хочу обратить внимание на эту позу. Значит, подушки у нас нету, там непонятно, там тень, что ли, висит, это у нас черепок висит, это что, тень, или это подушка, так называемая. Вот этот скелет сбоку как раз, где видно, что голова упирается в некое препятствие, его расчищали, но вот как бы вот раздвигали осторожно кисточками, но на подушку это никак не похоже. Это вообще непонятно что. Как можно утверждать, что это подушка, когда это непонятно что? Что это за препятствие, во что уткнулась эта голова? Там может быть камушек просто. И все это залито вот этой глиной, но песок это тоже не похоже, это слишком плотная для песка субстанция. Это больше похоже на глину, может быть, с песком, но глина здесь присутствует. Мое такое мнение, судя по картинкам. Вот это тоже чуть-чуть откопали. Рука, рука, он держится за что-то, пальцы были согнуты, пальцы держались, или за что-то упирались, или пытались зацепиться. Он умирает в позе неудобной, он умирает в позе вот слегка повернутый, этот человек. Голова у него во что-то уперлась, все. Не в подушку, не в какую, а во что-то она уперлась. Ну и для антуража вот, пожалуйста, кисточка и молодцы. Так, как дурят нашего брата. Народ, внимательно смотрите, что вам подсовывают. Люди, которые не несут ответственность за информацию, которую они подают, смотрите внимательно, как вешают лапшу на уши, вот буквально вот на глазах. Ну хотя бы промолчали, дождитесь исследований, вот всеобъемлющих, дождитесь, что скажут специалисты, тогда уже можно писать. Ну и пока записывала это видео, вот увидела еще момент один по поводу посуды. Костюм покойного изобилуют изящными золотыми деталями. В ногах лежит ритуальное блюдо, посеченное мечом. Это вот это блюдо, вот это вот голубенькое такое блюдце, в ногах лежит. Это в ногах лежит, называется, посеченное мечом. Оно лежит или оно как бы стоит, вот почти на ребре стоит, и его тоже что-то поднимало, вот это блюдо. Это вот как можно так сочинять, где оно лежит. Надо было тогда его положить в ноги, сфотографировать, уже показать так, как есть, присыпать немножечко, и все бы поверили, и сказать было бы нечего. То есть подстроить театрализованное такое, декорацию поставить правильно, правдоподобно, чтобы было. Фокус-покус показать, положить блюдо, как положено, взять из музея, состарить его, и сделать фотографии нормальные. И все поверят. Ну еще, значит, блюдо у нас не лежит, а стоит, и непонятно вообще, блюдо это или что это такое, несло его этим тоже потоком. Находится оно в стоячем, там, полустоячем положении, довольно далеко от ног. Ноги, как мы видим, они вот немножечко, ну, обработали от грязи, от этой. Была ли там обувь или сандали, там, может быть, были какие-то, там было на ногах, сказать сейчас трудно. Но видно, что ничего там больше в ногах нет. Вот эту грязь отодвинули, подчистили немножечко границы, так сказать, ног, вот этих ступней, которые, да, и колени согнуты. То есть этот человек или умер он уже в этой позе, как его под него вот эта глина подползала, уже, наверное, все-таки он был мертвый, его просто несло, вот во что-то голова уперлась и таким образом осталось. Вот такое складывается впечатление, глядя, вот первый раз, глядя на эти фотографии, ну, с двух, с трёх ракурсов, которые дали. Неужели этого не видно? Неужели это не очевидно, что это не захоронение сарматское 2000 лет назад? Дорогие мои зрители, всех вам благ, будьте бдительны, будьте бдительны. Осознанность и ещё раз осознанность.